В этом видео мы снова рассмотрим таблицу учеников. Я добавил к ней новый столбик – «Идентификатор друга». Это ссылка на номер друга данного конкретного ученика. Например, у Пети есть друг номер 2, а идентификатор номер 2 относится к Алисе. Давайте напишем для большей ясности соответствующий оператор Select. Выберем из базы данных идентификатор, имя, фамилию и номер друга из таблицы учеников. Что самое интересное в нашем примере – это то, что идентификатор друга ссылается на другой столбец в той же самой таблице. Этот пример отличается от предыдущих, где мы ссылались на столбики из других таблиц. Как теперь вывести рядом с каждым учеником электронный адрес его друга? Не просто идентификатор, а электронный адрес. Для этого мы должны соединить таблицу учеников саму с собой, поскольку все нужные нам данные содержатся в одной и той же таблице. Попробуем поступить так, как мы уже делали раньше. Выведем имя и фамилию, а затем адрес. Для того, чтобы соединить таблицу саму с собой, напишем From Students, а затем Join Students. Мы получили сообщение об ошибке. Поле имя дублируется. Все верно. Мы выводим поле имя, которое есть как в исходной таблице, так и в той, которую мы с ней соединяем. Раньше такая проблема решалась указанием названия таблицы. Но в данном случае это не поможет. Обе таблицы называются одинаково. А это значит, что нам надо как-то научиться отличать ученика от его друга, несмотря на то, что эти данные берутся из одной и той же таблицы. Для этого мы создадим для одной из таблиц псевдоним. Назовем вторую таблицу Buddies, друзья. И конкретизируем. Чтобы SQL вывел адрес друга, укажем перед соответствующим столбиком префикс Buddies. Хм, у нас получилось слишком много строк. Это все потому, что мы не указали правила связи таблиц, и для каждой строки из первой таблицы SQL выводит все возможные строки из второй таблицы. Дополним условия связи. Идентификатор друга из первой таблицы должен совпадать с идентификатором ученика из второй таблицы. Отлично! Теперь рядом с Петей отобразился электронный адрес Алисы, а рядом с Алисой электронный адрес Пети и так далее. Чтобы сделать результат более понятным, создадим для столбика электронный адрес друга псевдоним. Теперь мы видим, что рядом с Петей Кроликовым выводится электронный адрес его друга. Такое соединение таблиц иногда называется автосоединением, потому что мы соединяем таблицу саму с собой. Потренируйтесь сами в нашей среде SQL Академии Хана. А в следующем видео я покажу вам еще один способ автосоединения. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.